Китайская социальная сеть TikTok у многих ассоциируется с короткими, смешными и позитивными роликами. Миссия TikTok — вдохновлять на творчество и приносить радость. Это прямо прописано в правилах сообщества. Но все далеко не так просто. Соцсеть обвиняют в сборе большого количества данных пользователей, сливе этих данных спецслужбам разных стран и пессимизации роликов за, например, упоминание Путина или хэштег «Кавказсила». Всем привет! Меня зовут Настя Ольшанская, и сегодня я расскажу вам, что скрывает о себе TikTok. У китайской соцсети, как и у любой другой, есть свои правила сообщества. Их можно с легкостью найти в открытом доступе, и в них нет ничего особенного. В видео нельзя демонстрировать насилие, запрещенные вещества, порнография, оружие. Нельзя пропагандировать терроризм, самоубийство, дискриминацию, мошеннические схемы. В общем, за все хорошее против всего плохого. Но некоторые СМИ и TikTok-блогеры говорят о секретных стоп-листах. Правилах, которые нигде не прописаны, но нарушать их нельзя, иначе видео будет пессимизироваться и никогда не попадет в рекомендации. Туда входит тема религии, в том числе Кавказа, демонстрация бедности и даже упоминание Путина. Я, естественно, хотела лично пообщаться с кем-то из российского представительства соцсети, но они согласились ответить только письменно. На мой прямой вопрос о тех самых стоп-листах, о которых говорят многие блогеры, мне ответили отпиской о том, что, цитата, «безопасность и благополучие пользователей – приоритет TikTok, а общий кодекс поведения на платформе определяется правилами сообщества». Да-да, я уже читала это на вашем сайте. Еще мне рассказали, как происходит модерация контента. Сначала каждый ролик просматривают нейросети и удаляют, если видят там насилие, порнографию, призывы к самоубийствам и другие нарушения правил сообщества. Спорные видео изучают модераторы. На самом же деле, как рассказал изданию базы модератор российского TikTok, им нужно просматривать каждый ролик, а иногда и по несколько раз. Первый на отметке в 10 тысяч просмотров, второй в 35 тысяч просмотров. Еще один досмотр проходит, если ролик претендует на рекомендации в других странах. Тогда к нему подключаются местные модераторы, у которых есть свои правила. Такая многоступенчатая схема нужна именно для того, чтобы ни один ролик с темой из топ-листа не набрал много просмотров и не попал в рекомендации. Тот же модератор рассказал, что в списке нежелательных есть, например, тема Кавказа. Ролик с хэштегом «Кавказ Сила» или «Ахмат Сила», снятый условным бородатым молодым человеком, редко наберет больше нескольких сотен просмотров. Религию тоже лучше не трогать, как и политику. Еще год назад The Guardian писал, что TikTok запрещает упоминать определенный список из 20 иностранных лидеров или важных фигур, включая Владимира Путина, Дональда Трампа, Барака Обаму, Ким Чен Ына и других. Кстати, в списке изданий нет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Российский модератор подтвердил базе, что упоминание Путина есть в топ-листе. Это ограничение, правда, опроверг один мой собеседник, популярный тиктокер Макс Фит. Причем опроверка, на мой взгляд, вполне аргументирована. Сейчас звук трендовый в тиктоке. Наш президент страну поднял и самый новый Мерин забрал. А до этого, ну, а начинается звук типа Владимир Путин молодец, лидер и отец, с рейсингом поднял и самый новый Мерин забрал. Ну, то есть, есть такой звук, ничего не банится. Я проверила, и действительно, в тиктоке есть и видео с первоначальной версией песни Владимир Путин молодец, и с той, о которой говорил Максим. Вот, например. Наш президент страну поднял и самый новый Мерин забрал. И эти видео набирают по несколько сотен тысяч просмотров. Так что либо модераторы почему-то пропускают такой контент и дают ему стать популярным, несмотря на запрет, либо запрета на упоминание Путина просто нет. Еще есть предположение, что тикток пессимизирует видео, на которых есть проявления уродства или бедности, в том числе излишняя полнота, худоба или даже морщины на лице. Об этом писало издание The Intercept. Они опубликовали документ, который назвали внутренним документом соцсети. Правда, мне в рекомендации попадали и видеозаписи с полноватыми, и с худыми, и с пожилыми. У всех были сотни тысяч просмотров. Среди тиктокеров эта версия немного видоизменилась. Блогер Макс Трейси рассказал о теории, согласно которой детям из бедных семей, которые снимают ролики на некрасивом фоне, попадают вообще в отдельную категорию. И путь в рекомендации им закрыт. Я слышал такую теорию еще, когда только начинал, что большинство пользователей тиктока – это дети. Они обычно там из семей, которые там ниже среднего класса, у них там плохие квартиры, некрасивые сзади фоны и так далее, и так далее, и так далее. И тикток как бы это все анализирует, интеллект искусственный, и кидает их в отдельную категорию. И когда ты, допустим, если ты начинаешь снимать с таким же фоном в таких же плохих условиях, он тебя может приравнять к этим детям и не пропускать его контент в рекомендации. База писала еще об одном интересном ограничении. Модератор российского тиктока рассказал им, что украинским пользователям нельзя снимать видео про Великую Отечественную войну. А российским можно, но только позитивные и идеологически правильные. Я изучила ролики с хэштегом 9 мая и действительно не обнаружила ни одного негативного видео. Только спасибо деду за победу, никто не забыт, ничто не забыто и помните ветеранов. Таких видео много, они собирают большое количество просмотров. И самое провокационное, что я нашла по этому хэштегу, это фрагмент интервью Нагиева Дудю, где актер осуждает надписи на машинах на Берлин и можем повторить. Я его не смотрел, да. Думаю, да. Я так что-то вспоминаю, да. Я этого не понимаю. Как и надписи на Берлин. Как и надписи можем повторить. Что это? Что это вообще? У этого ролика больше 100 тысяч просмотров. Вероятно, такое постить можно. Меня удивило, что в российском тиктоке много видео на ЛГБТ-тематику. Такие ролики попадают в рекомендации и набирают много просмотров. Вспомните хотя бы Олю Тыквус и ее «Привет, я подсяду». Привет, я посяду. Спасибо. Почему у меня на рюкзаке радужный значок? Ну, просто мне понравился радужный значок. Поддерживаю ли я ЛГБТ? Да. Да, я являюсь частью сообщества. Почему ты спрашиваешь? В смысле навязываю тебе что-то? Так ты же сам спросил. Ладно. Хочу ли я свою подругу? Боже, нет, конечно. Почему я должна ее хотеть? В смысле всех. Нет, постой, это не так работает немножко. Тебе объяснить? Не надо пропагандировать? Я не пропагандирую, ты просто сам спросил у меня. Ясно. Я сумасшедшая. Как все. Ладно, извини, что потревожила, я отсяду. После этого ролика девушки начали угрожать убийством пользователя Двача и участники сообщества «Мужское государство». Когда те выложили в открытый доступ ее адрес и личные данные, ей пришлось уехать из России. А то самое видео, из-за которого все началось, до сих пор не удалено на нем больше миллиона просмотров. Судя по всему, ЛГБТ-тематики нет в стоп-листах даже у российских модераторов. Есть, конечно, в ТикТоке блогеры с консервативными взглядами. Их, правда, меньше, но вряд ли из-за внутренней политики соцсети. Просто либеральных и толерантных пользователей там гораздо больше. Впрочем, был один случай, когда сервис показал свою позицию по поводу ЛГБТ. В начале этого года блогер Вова Горяинов с ником ВолодиXXL в своем инстаграме сказал, что готов расстреливать гомосексуалов. Начался скандал, и ТикТок решил удалить аккаунт Вовы, хотя там были просто музыкальные видео без какого-либо оскорбительного подтекста. Потом аккаунт, правда, восстановили. А совсем недавно блогер снялся в рекламе чипсов Лейс, чем вызвал волну хейта уже в адрес компании, после которой производитель удалил видеоролик с блогером из инстаграма. Вообще слухов о содержании тайных стоп-листов очень много. Подтвердить или опровергнуть какую-то из этих теорий сложно. Вдруг видео набрало мало просмотров не из-за пессимизации, а просто потому что неинтересным пользователям. Точно не может сказать никто. Кроме того, и нейросети, и модераторы иногда пропускают видео, которые нарушают публичные правила сообщества. Вы можете найти ролики с шутками про наркотики и записи о так называемых колумбайнах. Блогеры подтверждают, часто запрещенный контент пропускают в рекомендации. Как-то так работает через раз. У кого-то там все видосы на этом построены, его не блокируют. Кто-то один раз сказал, мы там видосы блокируем. Это легко объясняется количеством видео, которые ежедневно просматривает каждый модератор. Не менее тысячи в день. Если я вас уже напугала, то поверьте, блокировка и пессимизация роликов далеко не самое страшное, что может случиться с вами в ТикТоке. Из-за короткого видео вас могут оштрафовать или даже завести уголовное дело. В России такие случаи уже были. В мае этого года москвичка Екатерина Храбченкова на видео в ТикТоке сказала, что в российских продуктовых магазинах продают маски из китайской гуманитарной помощи. Весной во время первой волны коронавируса эта теория была достаточно популярной, но в итоге оказалась фейком. Храбченкова за ее видео судили по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, создающих угрозы жизни и безопасности граждан. Женщина получила 250 часов обязательных работ. Это было первое уголовное дело из-за видео в ТикТоке. Еще одно завели в августе. 18-летний чатинский юноша вместе со своим другом снял для ТикТок видео в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Со словами «это будет преступление года», подростки заходят в храм, один из них зажигает сигарету о свечу. Вскоре на курильщика завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Парень уже несколько раз извинился и объяснил, что сделал это по глупости, а оскорблять никого не хотел. Но Следственный комитет извинения не принял. Административных дел за короткие видео больше. К примеру, жительницу Екатеринбурга Кристину Альтшулер оштрафовали за ролик в поддержку протеста в Хабаровске. «Кород Екатеринбург, я обращаюсь к вам. В эту субботу мы собираемся возле драмтеатра у Фонтана. Страна, вставай, мы не имеем права оставаться в стороне, пойдем с нами», — говорит женщина на видео. За это Альтшулер получила 20 тысяч рублей штрафа. Суд нашел в ее словах призыв выйти на акцию в Екатеринбурге 1 августа. Подобная история произошла и с жительницей Барнаула Марии Пономаренко. Она записала видео в TikTok, где сказала Путина в отставку «Хабаровск, я с вами». Суд посчитал, что женщина оскорбила президента и выписал ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Еще летом 2019 года TikTok сказал, что будет сотрудничать с российскими властями и соблюдать местные законы. В ответ на мой вопрос представитель соцсети и не отрицает этого факта. Мы опубликовали отчет о прозрачности за первые полугодия 2020 года, в котором указали, что в России за этот период было удалено 296 видеороликов по запросу госорганов. В некоторых случаях, таких как решение суда, мы можем предоставлять данные правоохранительным органам. Это пугает, учитывая, сколько персональных данных собирает TikTok. Официально, конечно, ничего лишнего. Но анонимный эксперт по информационной безопасности под ником BangorLol на платформе Reddit разобрал приложение и рассказал, что оно собирает имена, адреса, пароль, телефон и даты рождения, информацию о других приложениях на телефоне, интернет-активности и местонахождение, которое обновляется каждые 30 секунд. Конечно, отказ предоставлять персональную информацию российским силовикам вряд ли повлиял бы на количество дел за публикацией. Штрафы выписывают из-за посты в том же Фейсбуке, который с нашими властями не сотрудничает. Судя по словам Кристины Альтшулер, у TikTok и сейчас не запрашивают никаких данных. В деле женщины не было никаких доказательств, что видео действительно ее. Ни одного доказательства не было. Это просто я призналась, что на видео я. А видео взято из другого источника, не с моего TikTok. В моем TikTok это видео было удалено, насколько я знаю, этим же вечером. Этим же вечером TikTok удалил видео. Сложно сказать, из-за чего соцсеть удалила ролик Кристины. Возможно, этого потребовали российские власти, а может, из-за внутренних правил модерации. Но, несмотря на все ограничения, политический контент в TikTok есть. Рустам Погданов, который создал одну из первых в России компаний по продвижению блогеров и брендов TikTok, продюсерский центр ПЦ, рассказал, что митинги в поддержку Фургала активно упоминались и обсуждались именно в китайской соцсети. В России, например, это после случая с Фургалом, потому что весь Фургал был раскачан в ТикТоке в российском. Да, если открыть хэштег Фургал, то увидите релевантного контента по нему полмиллиарда точно видеопросмотров есть. ТикТок пугает многих, и не только пользователей. В Индии сервис уже заблокировали, объявив, как и еще 58 китайских приложений, нарушающим территориальную целостность страны. В США соцсеть пытается заблокировать Белый дом. Президент Дональд Трамп обвиняет приложения в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая. Под угрозой блокировки на территории страны китайская компания ByteDance, которая владеет соцсетью, согласилась продать американский сегмент ТикТока компаниям Oracle и Walmart. Мне сложно с уверенностью сказать, что стоп-листы действительно существуют, а приложение собирает огромное количество персональных данных. Но исключать этого я не могу. Ясно только одно, что в России за пост в ТикТоке, как и в любой другой соцсети, можно получить наказание. А что думаете вы? И сидите ли вы в ТикТоке? Пишите свои мнения в комментариях, мне будет интересно их почитать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и не забывайте про колокольчик. До новых встреч!